Плавание, бильярд, пулевая стрельба, волейбол, настольные теннисы и не только. В различных видах спорта в течение трех соревновательных дней будут состязаться 12 команд, всего около 300 участников. Первый день и насыщенная спортивная программа. Состязания проходят на нескольких площадках одновременно. В развлекательном комплексе прошли соревнования по бильярду. Участники по жребию разделены на несколько групп. Победитель выявляется по итогам круговых встреч. На стадионе «Атлант» сотрудники Министерства финансов соревнуются в летнем многоборье здоровья. В программе бег, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине или сгибание рук. Конечно, просто так сюда не попадают. Люди, которые имеют какой-то спортивный бэкграунд, какой-то опыт. Я занималась с детства, спорт всегда любила. В университете участвовала, в студенческой команде. Поэтому вот сегодня у меня появился шанс проявить себя в многоборье. А это бассейн «Садко». Здесь участникам необходимо преодолеть дистанцию длиной 50 метров в вольном стиле. Звуковой сигнал старта и буквально через 30 секунд пловцы на другой стороне бассейна. Вот уже определены первые победители в своих заплывах. Занимался плаванием, когда был помладше, скажем так. Ходили, занимались, конечно, перед этим. Готовились к соревнованиям. Старались выступить как можно лучше. Все силы прикладывали, устали, конечно, но в этом уже есть соревнования. Плыть было достаточно легко. Но волнение, конечно, оказывает на это свое содействие. Какое-то придает энергии больше, такого адреналина. Я занималась плаванием давно, да, с детства, с 8 лет. В центре допризывной подготовки сотрудники Министерства финансов соревнуются в стрельбе из малокалиберной винтовки. Упражнение выполняется с положения лежа с упором на расстояние 50 метров от мишени. Пять пробных попыток и следующие пять выстрелов идут уже в зачет. Пулевой стрельбой занимаюсь со школьных лет. Порядка, ну, лет, наверное, около 40 уже, скажем так. Вот. Люблю это дело. Это мое, скажем так, хобби спортивное. В данном случае была одна осечка и был один непроизвольный выстрел. Конечно, сложно было. До сих пор как бы нервничаю, отойти не могу. Вот. Но по мишени я увидел, что, в принципе, более-менее результат. Кроме этого, стоит отметить колоссальную поддержку болельщиков, которые рядом со своими командами на всех этапах соревнований. Завтра пройдет торжественное открытие спартакиады и спортивное соревнование по волейболу, шахматам, настольному теннису и мини-футболу. Итоги подведут уже в воскресенье 8 сентября. Глеб Рокофьев, Александр Качан, Артем Табаков, Сергей Пальцев, Вектор ТВ.